Мне надо было сантехническое запчасти. Я знал, что они где-то здесь есть, ну и полез по старым кладовым мешкам, пакетам, сумкам. И вот здесь, значит, среди пакета. Среди пережитков прошлого 33 года хранилась капсула с посланием из Советского Союза. Металлическую трубку с деревянными пробками с двух сторон и надписью «Вскрыть в 2000 году» нашел Юрий Никонов в своем гараже. Чтобы достать послание, пришлось изрядно попотеть. Меня конкретно надпись заинтересовала «Вскрыть в 2000 году». Ну, думаю, интересно. Прочитал. Материн почерк-то я узнал. Каллиграфический почерк и четко изложенные мысли на двух листах. Мама Юрия Марина Николаевна жила и работала в школьной библиотеке поселка Белоярский до 1995 года. Капсулу в 1985 году заложили в деревянном полу школы. Она была очень старая и ветхая. Ну, может быть, она уже пошла под демонтаж. Мать просто вспомнила про эту капсулу и забрала. Ну, опять же, может быть. Эти два обращения были составлены в 1985 году воспитанниками интерната и школьниками поселка Белоярский Ямало-Ненецкого автономного округа. «Предшественники грядущего века, вскрыв наше воззвание в 2000 году, знайте, что передаем вам приятное и обогащающее чувство. Жить, как мы, добрыми соседями. Хорошо учиться, больше читать, громче смеяться и не плакать никогда». Договор скрепили печатью и четырьмя подписями. «Скрепляем в среду, 18 декабря 1985 года, в 17 часов, и интернациональные подписи здесь перечислены. Русский, украинец, коми, ненец. Русский, кстати, с одной буквы «С». Ошибку допустила, видимо, секретарь совета школы, которая и печатала документ. «Ну, а когда достал, посмотрел документы, которые там написаны, ну, думаю, да, это времена были, времена были вообще очень интересные. То есть люди жили другими ценностями, совершенно другими ценностями, которые сейчас живут». 1985 год – это время начала перестройки. Советский Союз отпраздновал 40-летие победы в Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 27-му съезду ЦК КПСС. Поэтому белоярские школьники прописали ближайшие планы – остановить гонку вооружений и закрыть дверь в космос для любого оружия. Главная мысль – советский народ непобедим. Скрыть капсулу в 2000 году не удалось. Юрий о ней просто не знал, да и заботы были другие. В «Миллениум» родилась первая дочь. Но теперь, когда послание все же найдено, решил отыскать тех, кто его оставил. «Я думаю, что если бы я участвовал в закладке подобного документа, мне интересно было бы его подержать в руках спустя, что там получается, 15 до 19, спустя 34 года». 34 года только исполнится в декабре. А пока капсула начала свое путешествие обратно. Юрий вернет интернациональный договор в Белоярский. Спустя 33 года капсула времени отправляется на родину. В то место, где три десятилетия назад думали и мечтали о светлом. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев. Тобольское время.